В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В досуговом центре «Юность» прошел праздничный концерт во славу Отечества. В развилковской школе открыли первичное отделение общероссийской организации «Движение первых». Все, что мы делали до открытия первичного отделения, мы будем продолжать делать. Это участие в акциях, участие в мероприятиях. В «Юность» новая фотовыставка «Защитникам Отечества». На фотографиях представлены наши военные, которые участвовали и в боевых действиях в Афганистане, и в Сирии, и на Донбассе, и в Чечне. В досуговом центре «Юность» поселка Петровская прошел праздничный концерт во славу Отечества для военнослужащих 5-й дивизии и местных жителей. Мероприятие было посвящено грядущему дню «Защитника Отечества». В холле досугового центра «Юность» шумно и многолюдно. Сегодня, в преддверии 23 февраля, здесь чествуют защитников Отечества. Пожелать счастья, здоровья, благополучия, а самое главное – мирного неба над головой. А для того, чтобы это мирное небо было, мы для этого и служим. На данный момент наши части подразделения при выполнении специальной военной операции с честью и достоинством выполняют задачи по защите суверенитета нашей Родины и борьбы с нацизмом. На большой праздничный концерт под названием «Ва славу Отечества» съехалось немало почетных гостей, чтобы поблагодарить военных за беззаветную службу Родине. Для нас все защитники, все герои. И сегодня хочется пожелать всем, наверное, здоровья. Хочется пожелать, чтобы все вернулись домой, вернулись домой с победой. Это однозначно правда наша, и победа будет за нами. В этом году состоялось послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию, где были отмечены важность взаимодействия власти и населения, помощь семьям военнослужащих, раненых и погибших. Мы со своей стороны должны обязательно довести до исполнения слова президента. Жизнь председателя Совета ветеранов Сергея Бойкова неразрывно связана с Петровской войсковой частью. Именно здесь он прошел путь от лейтенанта до майора. 23 февраля – это гордость из-за своего офицерского прошлого, из-за нашей вооруженной силы. Особенно в нынешний период в этом клубе я был три года начальником гарнизонного офицерского клуба. Поэтому для меня имя выступить здесь, именно принять участие в данном гарнизоне и воинской части – просто особая часть. Во время торжественной части военным передали в дар маскировочные сети, сделанные жителями деревень Белеутова и Горки. А также вспомнили подвиг местного жителя, героя Советского Союза Павла Полковникова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Почетный караул прямо со сцены отправился к памятнику однольсельчанам в деревне Горки для возложения цветов. Торжественная часть завершилась большим концертом, который для военнослужащих подготовил Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Принято считать, что День защитника Отечества – мужской праздник, но во многих воинских частях служат и женщины, которые тоже выполняют поставленные боевые задачи. Как эту дату отмечает прапорщик Екатерина Павленко и что ее привело в профессию, выясняла наш корреспондент Галина Житкова. Рабочий день прапорщика Павленко начинается с 8.30 и продолжается до 18 часов. Для чуткого выполнения повседневных задач военного образования не требуется. Но вот специальные знания и опыт в армейском деле обязательны. У женщин есть свои особенности службы, но боевая подготовка и некоторые мероприятия, которые у нас проходят, мы выполняем с мужчинами на одном уровне. В семье Екатерины военных не было, но она, насмотревшись советских патриотических фильмов, мечтала об этой благородной профессии. Я пошла на историю учиться, потому что все те же самые фильмы военные, я хотела знать историю страны. Проработала там, но у меня подруга в армии была, и она мне все рассказывала, повседневную жизнь. У меня покоя не было, я хотела в армию. Бросила все это дело и ушла в армию. После четырех лет работы учителем истории в Ямской средней школе Домодедовского района Павленко на 180 градусов меняет жизнь. Идет служить по контракту воинскую часть 52-096 5-й дивизии противовоздушной обороны. Профессиональная деятельность в мужском коллективе – это очень интересно. У нас дух соперничества. Мы хотим доказать женщинам, что мы умнее, мудрее и что мы можем утереть нос. Павленко уже шесть лет служит. Екатерину поддерживает дочь Анна, которая недавно вступила в ряды юнормии и наравне с мамой собирает и разбирает автомат. На конкурсах отряд Ямской средней школы часто занимает призовые места. Жизнь Кати плотно связана со службой. Недавно увлеклась гирьевым спортом. Ведет концерты в офицерском Доме культуры. Активно общается с сослуживцами и в свободное время. Считает, что женская верность в армии – это большая сила. Девочки, желаю вам оставаться всегда красивыми, милыми, нежными. Хотя и на таких сильных должностях. Будьте всегда прекрасны. Галина Житкова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Историко-культурный центр продолжает проводить тематические экспозиции на открытом воздухе. В сквере «Юность» состоялось открытие фото-выставки защитникам Отечества. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В сквере «Юность» открылась новая выставка, приуроченная к Дню Защитника Отечества и посвященная землякам, участникам военных операций, как внутри России, так и за ее пределами. На фотографиях представлены наши военные, которые участвовали и в боевых действиях в Афганистане, и в Сирии, и на Донбассе, и в Чечне. Несмотря на сильный мороз, на открытие собрались жители города Видное и сотрудники историко-культурного центра, работавшие над экспозицией. «Празднуем День Защитника Отечества, ранее День Советской Армии и военно-морского флота. И так случилось, что именно в феврале было принято решение, и окончательно состоялся вывод войск из Афганистана». Одним из героев выставки стал ветеран афганской войны Валерий Бодряшов. Он, как и другие участники военных операций, часто выступает перед школьниками на уроках мужества. А сейчас поделился снимками из личного архива и рассказал о тех событиях. «Сейчас много патриотизма говорят. А ведь без знания истории своей родины патриотом ты не станешь. Нельзя же, Ломоносов сказал, народ, не ведущий своей истории, не имеет будущего. Поэтому как раз это наглядное пособие для молодежи». Подрастающее поколение в лице воспитанников оборонно-спортивного клуба «Ратник» с интересом слушало рассказы Валерия Федоровича. «Ребята маленькие, специально у нас возраст 6+. Мы акцент делаем на самых маленьких. Приводим, рассказываем о войной истории нашей страны. Оленинский район очень богат историей. Вот здесь замечательные героические страницы наших. И Сергей Сломатин, десантика, и Тинько Валерий Анатольевич, и Купова Фарвата. Этих людей я знал, общался с ними, эти люди, которые ходили. И еще раз повторюсь, они не хотели быть памятниками, изваяниями. Они хотели жить мирной жизнью. Но есть такая профессия, Родину защищать». На стендах представлено 50 фотографий. Выставка будет работать до 28 марта. Дмитрий Книга, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Развилковской школе прошла торжественная линейка, посвященная открытию первичного отделения Общероссийской общественно-государственной организации детей и молодежи «Движение первых». Подробнее о мероприятии расскажем в нашем следующем сюжете. Учащиеся Ленинского городского округа присоединяются к общественно-государственной организации детей и молодежи «Движение первых». Торжественное открытие местного отделения прошло в актовом зале Развилковской школы. Нам пришло подтверждение, и вот в торжественной обстановке мы смогли открыть это первичное отделение. Организация – это добровольное объединение детей и молодежи, которое, в общем-то, наверное, будет двигать наши добрые дела, наши поступки. С приветственным словом к участникам движения обратилась директор Развилковской школы Татьяна Бондаренко. Учитесь, творите добро, несите мир, любовь, дружбу – это основное. А со всеми остальными проблемами, которыми у нас мы справимся, потому что мы вместе. Ребята, чтобы подтвердить свое желание состоять в организации не только словом, но и делом, принимали участие в акции «Окопная свеча», собрали тонны гуманитарной помощи и подписали праздничные открытки для бойцов российской армии. Все, что мы делали до открытия первичного отделения, мы будем продолжать делать. Это участие в акциях, участие в мероприятиях, участие в каких-то волонтерских делах. То есть, ну, как бы кардинально ничего не поменяется. Единственное, что да, это будет более организовано, наверное, и это будет, скажем так, наверное, в таком федеральном масштабе. Даниэлу Рэбдео привлекло название новой организации «Движение первых». Девочка признается, что это ее девиз – всегда стремиться к высшим результатам. Я состою в юной армии, также я состою в Российском движении детей и молодежи, «Движение первых». Я считаю, что эта организация очень важна для нынешних подростков, потому что подростки – будущее страны. Новое движение создано благодаря инициативе самих школьников и станет общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Наталья Буслаева, Данила Свидерский, Елена Кошелева, Видное ТВ. В главном доме усадьбы Тимохова-Саласкина состоялся концерт Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Для жителей Видного это стало отличной возможностью приобщиться к мировой музыкальной классике. Что в этот день исполняли артисты, и о впечатлениях зрителей расскажет Юлия Поготьян. Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова выступает уже более 30 лет. Сейчас ею руководит сын основателя коллектива, заслуженный артист России Анатолий Судаков. Репертуар разноплановый, от мировой классики до эстрады. Видно, музыканты впервые. Здесь, на территории усадьбы Тимохова-Саласкина, они исполнили программу из произведений Моцарта. Мы исполняли абсолютно потрясающие фрагменты из опер Моцарта. Это из «Волшебный хлейт», из «Дон Жуана», это части из «Мес». Поэтому это то, что любят реквием Моцарта, тоже три части мы сегодня исполнили. Поэтому что-то больше на слуху, что-то вообще мало исполняется, мало известно. И для нас, когда мы подбирали репетуар, тоже стало открытием некоторых произведений. «Волшебный хейт» Артисты капеллы отмечают классическая музыка. Она наполняет внутренний мир человека и помогает справиться с повседневной суетой. Такая возможность подарить на человеку этот портал общения с чем-то возвышенным, духовным, с классической особенной музыкой. Прикоснуться к чему-то такому, что возвышает тебе надо обычным бытом. А классическая музыка – это вечные ценности. Это о любви, о дружбе, о взаимоотношении с Богом. Мы много пели духовной музыки. Потому что она и писалась, и создавала вся профессиональная музыка изначально, именно в храмах, в церкви. Атмосфера в главном усадебном доме царила волшебная. Звучание мировой музыкальной классики в исторических интерьерах и на зрителей произвело огромное впечатление. Я поняла, что я вообще о Моцарте ничего не знаю. Мы тут недалеко живем, поэтому вообще для нас было супер. Мы просто пришли, сели, насладились и получили удовольствие. Замечательно. Большое спасибо организаторам этого мероприятия, капелове, оркестру. Очень понравилось. Большое спасибо. Пусть будет чаще такое, да. Я считаю, народ должен быть приобщен к культуре, к традиционной музыке, классической. Так что это однозначно замечательное мероприятие. Совершенно потрясающий концерт, отличный звук. Удивительно то, что в зале такой, в общем-то, простой формы. Получилась такая отличная акустика. Порадовало то, что полностью отсутствовала какая-либо звукоусиливающая аппаратура. Отличный вокал, отличная музыка, отличные струнные инструменты. Очень понравилось. Надеюсь, что мы не последний раз на подобном мероприятии. Спасибо. Организаторы концерта планируют сделать подобные выступления, традиции и в ближайшее время снова пригласить на сцену коллектив Государственной капеллы. Юлия Погосьян, Данил Свидерский, Ольга Садовская, ВиднетВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова